Еженедельное аппаратное совещание правительства в этот понедельник началось с вопроса об отоплении. В 2019-м по просьбам горожан отопительный сезон начинается раньше обычного. На той неделе правительство приняло решение о начале отопительного сезона. Владимир Васильевич, как у нас там процессы идут? Расскажите по запуску отопления. Добрый день, Игорь Михайлович, уважаемые коллеги. Мы с субботы начали заполнение системы. По сути, у нас сегодня уже в работе весь Гагаринский район, большая часть северной стороны и центральную часть города. В первую очередь тепло поступает в объекты социальной сферы – детские сады, школы и больницы. Повезет и жителям многоквартирных домов, расположенных поблизости. 75% социальных объектов начали прогревать уже в понедельник, оставшуюся четверть протопят до среды включительно. Более 80 детских садиков, около 100 учебных заведений, 43 медицинских учреждения и более 3000 многоквартирных жилых домов получат тепло, которое обеспечит надлежащее комфортное нахождение в помещении. Подготовка Севастополя к отопительному сезону велась с мая. Ремонтировались, приводились в надлежащее состояние все 140 котельных города, а также сами объекты, которые должны отапливаться. Дальше начинаются пусковые операции. Домоуправляющие компании должны будут пройтись по внутридомовым системам, выпустить воздух, запустить тепло в дома. Но опять же понимаем, что у нас даже на сегодняшний день уже отрядом квартирных домов есть отказы от подачи тепла, потому что погода пока держится теплая. Временами температура на улице превышает отметку в 20 градусов. Многие горожане все еще держат окна открытыми. В этих условиях прогревать дома нецелесообразно, говорят энергетики. Планируют ориентироваться по погоде. Возможно, отопление будут включать только ночью. Но это не единственная забота коммунальных служб перед наступлением холодов. Вторым этапом начнется контроль содержания улиц и дорог. Уже комиссия обследует деревья на предмет нависания над проводами и ликвидирует лишнюю поросль для предотвращения пожара. Предусмотрели в департаменте городского хозяйства и безопасность людей на случай внезапных морозов. У нас выданы задачи и предписания организациям, которые занимаются содержанием территории города. Мы сегодня взяли на контроль и обеспечение шансовым инструментом, обеспечение пескоцеляными смесями, общей смесями и песком, детских дошкольных образовательных учреждений, школ, для того, чтобы были подкрытные пути в случае наледи, обеспечены для благополучного перемещения граждан. На случай экстренных ситуаций на готове аварийно-диспетчерские службы. Телефоны управляющих компаний размещены на информационных досках многоквартирных жилых домов. Кроме того, севастопольцы могут обратиться по телефону 1563 112 или же напрямую в департамент городского хозяйства. Его специалисты, в свою очередь, обещают оперативно реагировать и устранять замечания, озвученные жителями. Юлия Бауськова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.